Сегодня поговорим о религии в Турции, так как много ходит рассуждений на этот счет. Многие люди, не живущие в Турции, называют страну мусульманской и возмущаются, когда, например, видят непокрытую женщину, исходя из устаревших знаний на этот счет. Так вот, сегодня мы подробно расскажем, так ли все строго здесь с религией, действительно ли страна такая мусульманская и какие правила внешнего вида женщин, и есть ли они вообще. Для этого немножечко окунемся в историю. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Обновим свои знания. Итак, 96,1% населения Турции исповедуют ислам. Оставшиеся проценты представлены последователями иудаизма, а также православными, католиками, протестантами, ассирийцами, принадлежащими христианству и приверженцами других конфессий и даже агностиками-атеистами. Турция – это республика, основанная на принципах светского государства, второй страной после Азербайджана, где исламский мир не признает законы шариата. Лишь 10% населения хотят жить по шариату, 80% населения категорически против и 10% неопределившихся. По Конституции каждый гражданин в Турции обладает религиозной свободой. Первым этапом становления светского общества Турции было упразднение султаната 1 ноября 1922 года, затем упразднение халифата и законов шариата 3 марта 1924 года, предоставление женщинам равных с мужчинами прав 1926-1934 годов, реформа головных уборов и одежды от 25 ноября 1925 года, то есть запрет на ношение фески и других средневековых головных уборов. Также в марте 1925 года введение Гражданского кодекса, по которому произошло упразднение шариатских судов и введение светского судопроизводства, утверждение Уголовного кодекса, разработанного на основе итальянского, и Гражданского кодекса на основе швейцарского. И 30 ноября 1925 года вышел запрет на деятельность религиозных сект и орденов. А также 21 июня 1934 года вышел закон о фамилиях, то есть введение фамилий в дополнение к имени, а также отмена титулов и обязательного обращения по ша, бэй, эфэнди, ага. За этим последовала реформа образования, позволившая совместное обучение мальчиков и девочек, признание западного календаря и выходных дней в субботу и воскресенье. Место общепринятой в исламском мире пятницы. Отмена хиджабов для женщин. И закончилось все это утверждением принципов светского развития страны принятием Конституции в 1937 году. Все эти реформы были проведены первым президентом страны Кемаля Татюрка. И с тех пор здесь, в Турции, особенно в Стамбуле, во многих городских районах веками бок о бок живут люди разных религий. Ты найдешь здесь католические, православные, протестантские и армянские церкви, а также синагоги, причем не только построенные несколько веков назад, но и современные. В Турции свобода вероисповедания и запрещено препятствовать удовлетворению религиозных потребностей или обвинять за принадлежность к той или иной концессии. И здесь следует отметить, что у турок свое особое понимание следования ислама, в отличие от большинства мусульман. Так, например, турки позволяют себе употреблять алкоголь и являются заядлыми курильщиками, в том числе и женщин всех возрастов. Несмотря на то, что ислам строго запрещает употребление алкоголя, в Турции религия практикуется в более современном виде, и употребление алкоголя скорее зависит от семейных традиций. Женщины же не обязаны носить хиджаб или покрываться, а делают это лишь по собственному желанию. Был период в стране, когда хиджаб был вообще запрещен, то есть в прямом смысле носить его запрещали, даже если женщина хочет. Но постепенно законы смягчились на этот счет, и теперь женщина вольна самостоятельно выбирать свой внешний вид. Хочет – надевает хиджаб, хочет – ходит только в платке, а хочет – выглядит как европейские эмансипированные женщины. В общем, сейчас все одеваются кто во что гораздо. И вообще, турки – любители всех прелестей жизни, и особенно комфорта во всех его проявлениях. Единственное, что большинство старается придерживаться, так это поста в священный месяц Рамадан в апреле, во время которого в течение 30 дней полагается оставаться голодным после восхода солнца, о чем предупреждает барабанщик, который ходит и ездит по улицам и сообщает людям о закате и восходе солнца. Голодным – значит в прямом смысле ничего не есть, а если в жесткой форме, то даже и не пить. Часть турок следует в точности этому правилу, то есть от восхода до заката не едят и не пьют, а часть не едят, а только пьют. Идея в том, чтобы жить в этих нечистыми помыслами в мире и согласии, максимально праведно, уважая себя и окружающих, и быть благодарным за все, что имеешь. В исламе, так же как и в христианстве, есть несколько направлений. В Турции живут суниты и оливиты, но большая часть населения страны исповедует ислам сунитского толка. Они верят в то, что пророк Мухаммед – посланник Бога. Молитвы проходят в мечетях, которые раздлины на мужскую и женскую части. Есть мечети, предназначенные только для женщин. Ну, а, кстати, тут рядом есть женская учитель. Да. Там я видела, как муж, видимо, женщины такой постучался, значит, я его вытащила, отдала рукой, он даже туда зайти не может. Все молитвы проводятся на арабском языке. Правда, это до сих пор приводит к дебатам в турецком обществе. Был момент, когда молитвы обязали читать на турецком. Это было с 1932 года, но с 1950 года был возвращен арабский язык. Молодые турки и вовсе все меньше обращают внимание на религиозные правила, а живут все больше по общеевропейским нормам, ориентируясь на совесть и даже не посещают мечети. Если зайти в мечеть, то можно увидеть, что там мало турков. В основном присутствующие относятся к сирийцам, арабам и пожилые турки. Молодежи там и вовсе не увидят. Население Турции с течением лет все меньше и меньше в своей жизни ориентируется на религию. У них даже есть выражение, неважно какой ты национальности, во что ты веришь, главное, чтобы человек был хорош. Нам это как-нибудь часто слышим, да? От разных людей. Поэтому, если от кого-то слышишь, что в Турции есть какие-то религиозные правила поведения, внешнего вида, или что страна вообще мусульманская, не воспринимай это всерьез. Просто человек ориентируется либо на устаревшие данные, либо на стереотипы. Подпишись на канал, чтобы нас становилось больше. Ставь пальцы вверх, чтобы алгоритмы YouTube чаще показывали это видео. Свои вопросы, замечания, предложения, истории оставляй в комментариях. А если хочешь задать вопрос анонимно, то под видео есть наша почта, отправляй их туда. Обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok